здравствуйте уважаемые студенты сегодня у нас третья тема продолжение прошлых занятий дорожные знаки как я вам сказала следующие 4 5 6 7 группа прошлом занятия мы с вами ознакомились с первой группе дорожных знаков значит 4 группа называется предписывающие знаки предписывать транспортным средствам двигаться в указанных или в определенных направлениях например здесь вот 4 1 1 называется движение прямо водитель должен двигаться только прямо теперь следующий дорожный знак называется движение направо 4 1 2 следующие например движение налево 4 1 3 так здесь 4 что такое 4 это четвертая группа называется 1 это первое месте и первое тоже первом месте вторая первом месте 3 такое значение теперь пятая группа называется информационно указательные знаки информационно указательные знаки информирует участников дорожного движения об особенностях режима движения на дороге а также расположение населенных пунктов или других объектов здесь первое в этом группе стоит знак автомагистрал вот таком виде 5 1 называется автомагистрал значит пятая группа первом месте это дорога на которой действует установлены правила мониторожного движения порядок движения по автомагистрали следующий автомагистрал конец автомагистрали называется и здесь еще можно сказать некоторые знаки например пешеходный переход платная стоянка так ремонтные дороги например такие наружные знаки сюда в этой группе числится так следующая группа у нас знаки сервиса так шестая группа это знаки сервиса информирует о расположении объектов для обслуживания транспортных средств пассажиров и водителей например посмотрим некоторые знаки вот здесь 6 3 автозаправочная станция вот здесь 6 4 технических обслуживания автомобилей следующие например 6 5 может транспортных средств здесь еще есть знаки кратковременный отдых медслужба медслужба еще есть там столовая например есть еще не по три знаки так следующая группа у нас знаки дополнительной информации это последняя тетя моя группа знаки дополнительной информации уточняют или ограничивает средствия знаков с которыми они применены например применяются они вот которые мы видели через группа дорожных знаков и один из них но это вместе должны устанавливаться например вот здесь 7 1 1 расстояние до объекта указывает расстояние от знаков до начала опасного участка места введения соответствующего ограничения или определенного места находящегося впереди по ходу движения так следующее и вот здесь метр написано и стрелками вместе вообще-то знаки дополнительной информации будет в виде в метрах или в виде стрелках вот такой будет здесь только метрах показано здесь и в метрах и стрелках показано вот так значит 7 1 3 7 1 4 расстояние до объекта указывает расстояние от дороги до объекта сюда можно пример показать например вот наверху поставим вот из знака знака сервиса вот это автозаправочная станция поставьте примерно вот сюда автозаправочная станция значит до автозаправочного станция есть 300 метров вот такое значение или сюда тоже можно поставить автозаправочное станция например через 100 метр на правом стороне на правом стороне на правом стороне такое значение так следующие 7 1 2 расстояние до объекта указывает расстояние от знака 24 24 это уступите дорога вторая группа знака приоритетов до перекрестка в случае если непосредственно перед перекрестком установлен знак 2 5 вот такое значение так еще есть здесь некоторые знаки например главная дорога тоже входит сюда только со стрелками здесь конечно не показала просто вам объясняю так еще слепее пешеходы есть например неровная дорога есть здесь и там подобные значит последняя группа обязательно применяется один из них один из знаков выше которыми изучили 6 группы знак спасибо за внимание если вопросы есть можете задавать по телеграмму и наличку как вам удобно спасибо за внимание